Всем привет! К нам приехали наконец-то знаменитые гитары Fjörg. Я знаю, что в комментариях будет много разногласий, как правильно называть эти гитары, но мы вам потом включим видео, как собственно сам Пётр Fjörg называет эти гитары. У нас мы услышали разные названия и Fjörg, и Fjörg, и вот совершенно по-разному. Мы живем в России, можно говорить как угодно, но давайте в этом видео будет Fjörg. Приехало к нам 7 различных моделей, некоторые из них дублируются, некоторые нет. Мы сейчас их откроем и, соответственно, вам покажем... Пара секунд. Телефон. И, соответственно, мы их вам покажем. Погнали! Итак, первая гитарка у нас будет в корпусе OAM с подключением. Очень круто приходят гитары в таких коробках, но уверенных. Не каждый производитель так себе может позволить упаковать, к сожалению. Идет пупырка, антистресс. С таким еще подголовником. Мы эти коробки сохраняем, если вдруг вы из региона и хотите купить эту гитару, то она к вам приедет, скорее всего, вот точно в таком же виде. Вот эта гитара идет в чехле. Чехлы у Fjörg суперкрутые. Мне они очень нравятся, в них очень много карманов. Я думаю, стоимость такого чехла отдельно была тысяч семь минимум. Как я сосучился по этим гитарам, у нас их не было где-то полгода, наверное. Ну что, датчик LR Bex, массив кедра, красное дерево. Сейчас, Валера. Да, некоторые модели вам уже знакомы и, собственно, нам тоже. Но мы всегда с большим трепетом и радостью открываем эти гитары. Несмотря на то, что они у нас сколько? Ну, больше недели даже не держатся. Не держатся, да. Поэтому мы всегда испытываем огромное удовольствие их и доставать, настраивать, показывать, играть на них. Они обладают своим собственным звуком. Очень-очень насыщенным и крутым, на самом деле, да. По умолчанию здесь стоят струны Elixir. Это одна из, сколько у нас компаний по умолчанию? Три, да? Мэйтон, Тейлор, Ферф. Ну да. Где идет, сразу ставят Elixir по умолчанию. 12 калибр. Да. Они умудряются в таком маленьком корпусе делать настолько объемный и очень плотный звук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, значит, модель это Blue OMCM означает Orchestral Model Corpus. C означает кедровая дека. И M это Mahogany. Обечайка, обечайки и нижняя дека. Красавица. Ну и, конечно же, звукосниматель LR Bugs. Один из самых вообще крутых на рынке американских датчиков. Да, мы сразу же эту гитару отдаем Дмитрию, потому что он уже к нам приехал, сразу позвонил, говорит, сегодня будет поставка и уже мы выбираем лучшую гитару. То есть вот сейчас из этих. Эти гитары не держатся в магазине совсем. У вас буквально мало времени, чтобы приехать их и послушать. А сейчас я открываю точно такую же модель, только без звукоснимателя. Если он вам не нужен и у вас нет желания за него платить, то можно, конечно же, купить гитару без звукоснимателя. Ну и да, здесь нас не ждет ничего нового с предыдущей гитарой. Все то же самое, просто без звукоснимателя. Но я считаю, что лучше, конечно, взять гитару с ним, потому что LR Bugs – это крутой бренд, и многие его ставят себе. Мартин его ставит себе, Гибсон. Крафтер корейцы тоже себе его ставят. Крутой датчик. Следующий красавец. Подожди, у нас же была такая гитара уже. Где? Ну вот это мы открывали уже. Сегодня? Только что, да. Открывали, но мы на видео не открывали. Нет, вот я сейчас открывал ее. С датчиком открывал. Окей, все. Тогда вырезаем. Иначе только нормально вырезаем. Собственно, как и предыдущая модель, только без звукоснимателя. Конечно, со звукоснимателем гитара становится более универсальной, то есть ее можно использовать и как в подключении, так и акустически. Немногие берут с датчиками, особенно те, кто играет просто для себя, дома. В любом случае, гитару можно всегда подключить, поставить на нее звукосниматель. То же самое LR Bucks. Вот таким неожиданным аккордом я закончил эту композицию. Сейчас будет тебе неожиданный аккорд. Мы открываем гитару, которая, конечно же, в первую очередь будет интересна именно Валерию. Да, и эту гитару я видел до этого только на картинке. Только на картинках сколько, как долго ты ее ждал, да? Очень долго, да. На самом деле у этой гитары есть одна очень интересная особенность, которую я очень ценю в гитарах, а именно крепление струн на бридже. Очень необычное сейчас покажу. Ну что, готовы все любители Open-G увидеть чешскую луночарку? Вот она, вот эта красотка. Да, смотрите, как крепятся струны на бридже. Одна струна спином идет, а одна струна вот здесь вот добавочная. Это очень круто. Классный у нее цвет, она без звукоснимателя, удобный гриф. И хотелось бы вот особое вообще внимание уделить грифу гитар Ферх. У них стоит специальная система CNR. У нас вот это видео сейчас включено. Вы обязательно в YouTube вбейте, ну вот просто посмотрите видео про Ферх, про их гриф. Это самый стабильный, самый надежный гриф, который бывает у гитар. У них своя запатентованная система. Они про нее много говорят на сайте, но это прямо вот в России то, что живет. Потому что гитара Ферх делается в той же климатической зоне, что и в России. Это самые некапризные, полностью массивные гитары в нашей стране. Да, называется она Blue DCM. Собственно, D это дредноут, C это кедровая дека и M это обечайки и нижняя дека из красного дерева. Ну что, будем настраивать в Open G или стандарт? Давай в Open G. Open G. Ну что ж, настраиваем в Open G. Так, пока только первое. Смотрите, пока Валера настраивает гитару, струнную покажу вам. А чем мне еще нравится вот подход чехов гитар Ферх. В этих множество карманах нужно все обыскать. И вы найдете здесь, ну, фирменная наклейка, как минимум. Но это уже приятно куда-то себе на ноутбук наклеить или куда-то еще. Потом я безумно рад вот этим конвертом. В каждом чехле есть конверт вот такой, фирменный. Сейчас я его открою аккуратненько, чтобы не порвать. В этом конверте вы его открываете. Я его сейчас супердолго аккуратно открывал. Написан серийный номер гитары, полностью спецификация. Ну и такой напечатанный автограф вот этого дяди Петра Ферха, собственно. Вот, в этом серийный номер. Полное ее описание. Если вы в чем-то сомневаетесь, то здесь, соответственно, вот все написано. Вот African Mahogany, Western Red Cedar. Накладка и Bridge Ebony, черное дерево. И, соответственно, тоже красное дерево. Вот так вот. И еще есть одна приятная мелочь. Вот помимо наклеечки и вот такого конверта. Очень круто. Здесь есть у них мешочек. Он не с золотом. В нем анкерный ключ, два запасных пина. И также там есть такая подкладка, которая подкладывается, если у вас гитара немножко усохла. А давай я его развяжу все-таки. Ты вот это не будешь, наверное, снимать, как я развязываю? Но я сейчас расскажу. Это важная штука. Особенно, если вот вы не в Москве и нет возможности прийти к нам в мастерскую. Смотрите, что у нас здесь есть. Красивый анкерный ключ. Очень удобный. Два запасных пина. Не один, как все, а вот, соответственно, два. И очень-очень важная деталь. Если у вас немножко, вот, вы не смотрели мое предыдущее видео, не увлажнили гитару, у вас она подсохла и вам нужно поднять косточку. Так вот, чтобы ничего не выдумывать, в этом мешочке есть вот такая деревянная вот маленькая штучка, чтобы ее подложили под косточку, косточка станет выше и струны поднимутся выше. Поэтому это вот на разные сезоны они вот делают, соответственно, вот такую заготовку. И в других брендах я такого не встречал. Я считаю, что это очень крутое отношение к гитаристам, к покупателям. Очень здорово. Валера покрутил. Да, собственно, эта гитара, как и все остальные, будут проходить отстройку, регулируется высота струн. Ее нужно немножко подстроить в мастерской, правильно сделать высоту струн. Да, очень хороший звук, плотный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шикарно, да. Гриф очень, кстати, удобный. Удобный для OpenG? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он такой немножко, он вроде как и не плотный, и не пузатый, и не плоский, а такой что-то среднее. Класс! Так, я открываю следующую гитару. Соответственно, таких гитарах приехало три, но две из них уже сразу проданы, мы отложили по предзаказу. Очень успешная, удачная у них модель. Это такой же фолк, как мы открывали, но там есть еще вырез. О, фолк с вырезом, ребята. Это просто красавица. Еще немножко разнообразия к первым двум моделям. Да. Для тех, кто любит на высоких ладах вырез... Для более молодых гитаристов, да? Для более молодых гитаристов. КОНЕЦ обалдеть собственно которые мы распаковывали первой модели до отличается только наличием катю выреза кота сей скажи там есть звукосниматель нет нет так будет это та же серия та же серия но корпус уже не о.м. а соответственно grand auditorium вот такой вот с вырезом без звукоснимателя класс все то же самое что и фолк только как границу по дереву до одно размер уже grand auditorium и конечно звучание там будет отличаться будет объем более глубокий звук еще более лучше чем на фолке вот это я понимаю вот это да сейчас мы найдем маленького подлеца по имени медиатор да и засунул вадим медиатор все надо было раньше сейчас я его найду подождите вот он маленький подлец никуда не уходи о класс ай хороша круто 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 и лучше накладывали палочка наш логист да 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 валерий палыч раз он отправляет все отправки мастер упаковки ну чтож ну чтож что мы здесь видим предпоследняя моделька на сегодня мы видим ту же самую гитара только без выреза и без звукоснимателя абсолютно крайне тоже у нас его серия блю это полностью массивный не до блюшки сима не напоминает что-то полностью массивная гитара это не что там в такой фанерный этого обратите внимание что я каждый раз что-то играю что-то новое новое на ходу сочиняю сахтю сыграть сыграй розенбаума в только в нормальном строю в обычном шутишь кощунство это будет сыграй-ка я пальцы но специально шелестели пакетами открывали окна чтобы вы не услышали звук по-настоящему эта гитара пришли в магазин и уже тут насладились этим всем ну что приступаем к раннему экземпляру на сегодня это была серия блю очень крутая остальные будут немножко позже едут но уже какой подарок нам к старому новому году приготовили чехи готовил петр ферг наконец-то он прислал в россию гитары так а что здесь у нас мы не знаем но догадываемся даже не догадывает что это что-то с подключением но это да и с вырезом и с вырезом и с подключением ну вообще я уже не знаю что мне играть так Музыка Да, для фингерстайла замечательный инструмент. Вот эта вся бочка, отзывчивая очень. То есть можно... Класс! Музыка Ой, прям она универсальная, вообще для всего подойдет. Музыка Музыка Да, даже можно баловаться. Музыка Поэтому напоминаю, что в Москве мы Большая Новодмитровская 36, строение 25, Санкт-Петербург, Кирочная 3. Приходите, слушайте гитары. И еще напомню, что датчики здесь LR Bex. И мы теперь работаем с этим брендом. У нас появились и педали, и звукосниматели отдельные. Если у вас уже есть гитара и вам хочется купить, там есть масса разных вариантов. Мы сейчас сделаем отдельное видео, там есть и отдельно микрофон можно поставить. Можно поставить пьезу плюс микрофон. Отдельно пьезу. Полный фарш. Приходите, спрашивайте нас, слушайте. Гитары крутые, поэтому всех с праздником. До новых встреч. Пока! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok